Какие у вас вообще идеи относительно вашего салона? Что вы себе представляете, как это будет? Мне кажется, что тебе она должна подойти. Такие картины, они несут энергетику движения. Не решайте за клиента. Скажи, что ты квартиру продаешь. Нам, Таня, понадобилась твоя профессиональная помощь. Нужно для себя всегда делать выбор. Я или работник, или я владелец и строю бизнес. Выбор приходится делать. Я же дяденька из 90-х. Добудьте бедной мозгами и деньгами. Звание пришло в голову моему мужу, вообще нежданно не надо. Нам еще поступало предложение, это вложение инвестиций в размере 7 тысяч долларов. Ну, это волшебство, то есть это сказка. Ты не рискуй, ты не пей шампан. Да. Привет, друзья. Ну что, у нас сегодня очередной выпуск. Ты знаешь, сегодня кто приехал? Догадываюсь. Ну, догадываешься. Конечно, ты знаешь, не обманывай. Давай не будем с тобой обманывать, что мы не знаем. Сегодня у нас встреча с Людмилой. Вы же помните Люду, у которой есть якобы бизнес салон красоты, который мы, в общем-то, решили полностью видоизменить, да? Ну, мы с Сергеем приняли такое решение. И сегодня к нам приехала Людмила. Что мы ей сказали? Когда к нам приезжать? Мы ей сказали приезжать, когда найдет себе партнера. И представьте себе, что Людмила нашла себе партнера, причем в очень короткие сроки. Мне кажется, что желание действовать, это вообще самое крутое, что может быть. И сегодня, прямо сейчас, мы еще не видели ни Людмилы, ни ее партнера, но прямо сейчас мы отправляемся для того, чтобы встретиться с ней и узнать, собственно, каким образом она его нашла, готовили двигаться дальше и все выяснить. И мало того, у нас сегодня для нее есть сюрприз, потому что наша задача, если мы действительно нашли партнера, двигаться дальше. И, в общем, сегодня мы начнем мощное, активное движение. Так что, друзья, как говорит наш друг Андрей Малахов, не переключайтесь, потому что дальше будет только интереснее. И, как говорит мой тренер, мощно. Вон, Людмилу вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. Так, вы уже не одна, я вижу. Мне Сергея. Да, Катя. Катя очень приедет, да. Очень приедет. Ну что, пойдемте? Готовы? Так, девочки, ну что, как дела? На данный момент сложно. С кем мы приехали, Люда, знакомим? Я приехала с Екатериной. Это мастер-парикмахер у нас в Мариуполе. Вот, и на данный момент мы хотим с ней сотрудничать вместе и стать партнерами. А где Катя работает? Катя работает сейчас в другой парикмахерской. Вот, она была в декрете. Катя, это тот самый парикмахер, которому надо уходить, бежать. Ага, тот самый парикмахер. Да, да. Как вы друг друга нашли? Давайте-ка. Ну, как мы нашли, вы же мне дали задание, что нужно поиск партнера. Конечно, я помню. Я приехала сразу, когда я приехала после съемки, еще ж не вышла съемка, и я, ну, конечно, была очень волнительна после этого. Как вообще близкие отреагировали? Как муж отреагировал? Кому рассказали? Что рассказали? Муж отреагировал, он поддержал, он говорит, да, все правильно, это к тому шло, значит, все так и должно быть. Потом позвонила сыну, он сейчас далеко, он говорит, мама, да, действительно, нужно делать крутой салон. Он говорит, это то, что есть, говорит, это я уже видел, что это уже не то. Потом средний сын, он сказал, да, мама тоже. Вот, только младший сын сказал, говорит, а чего они тебя так раскритиковали? Обидно почему-то. Конечно, да, нормально. Так, и что начала делать? Да, я сразу, ну, как, у меня депрессия была, конечно, пару дней сразу, неожиданно это все было, когда это все проговорили. Вот, и потом, чтобы эту депрессию как-то начать перебарывать, начинаешь что-то делать. Я думаю, надо делать. Дали задание искать партнера. Я сразу даю объявление на OLX, ищу партнера, мастера-парикмахера для совместного бизнеса. Потом у нас еще есть группа парикмахеров, ну, то есть в Вайбере, там есть же, которые закупают товары. Я в эту группу тоже ищу партнера по бизнесу, туда дала объявление. Потом подзвонила нашему Сереже в Польшу. Звоню, говорю, Сережа, возвращайся, есть идея, давай, будем начинать. Вот, а он говорит, Людмила Николаевна, вы не представляете, как здесь хорошо. Я, говорит, не хочу возвращаться. Да, я, говорит, здесь не расту, я не развиваюсь. Но я на данный момент пока, говорит, остаюсь в Польше. Я могу там помочь советам чем-то, там, если какая-то покраска, если что-то, сложности, там, построение бизнеса, я могу помочь. Но приехать на данный момент я не могу. Но он готов консультировать, помогать советами, да? Да, 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 замечательно. И потом я вспомнила за нашу Катерину, за нашу звездочку, которая у нас вообще, у нее умелые ручки, она все-все-все, и свадебные причесочки делает, и стрижечки, и все. Но как бы я ее знала, потому что она училась у Сережи, она его ученица. Я вспомнила за Катерину, я ее пригласила на встречу, мы встретились, начали обсуждать этот вопрос. Не могу сказать, что у меня есть сильно большой начальный капитал для своего бизнеса, да? То есть на свой, даже на маленькую парикмахерскую, по сути, мне бы, в принципе, денег бы и не хватило, наверное, скорее всего. А так как здесь, в принципе, небольшие капиталовложения надо, чтобы стать компаньоном Людмилы Николаевны, но у меня есть желание, и я хочу этим заниматься, ну, как бы я даже не раздумывала. Если честно, у меня даже еще не все родственники, ну, знают, что это, все задеялось, и чем я вообще занимаюсь, и почему я сегодня поехала в Киев. Ты сейчас скажи, что ты квартиру продаешь. Плохо, да. Это единственный, в принципе, мой капитал на сегодняшний день. У меня есть квартира, несмотря на то, что у меня двое детей, муж, и мы живем с моей мамой в двухкомнатной квартире, то есть я с детками и с мужем живу в одной комнате, несмотря на это, я продам квартиру, я хочу вложиться в бизнес и развиваться. А ты же будешь жить? Или другую какую-то? С мамой так и буду жить, продолжать. А, есть еще одна квартира? Есть квартира, да, которая сейчас стоит без ремонта, вот я ее сейчас готова продать и жить дальше с мамой и с детьми, но вот разват в бизнесе. Ну, мне кажется, это очень хорошая мотивация. Я бы, наверное, могла вас отговаривать, если бы вы были полными новичками, но учитывая, что одна и вторая в теме, мотивация очень жирная. Не, ну это показатель того, что ты серьезно к этому относишься, конечно. Ну, да. Хотя сколько лет? 26. 26. Не, ну, круто. То есть у вас 20 лет, да, условно, разница? 20 лет, да. Вот, как у нас с тобой, вот так вот мы и сидим. Хорошо? Сегодня я тебя хочу познакомить со своей подругой. Она делает очень интересное декоративное панно. Я хочу его использовать в твой кабинет. В моем кабинете тоже будет красиво. В твоем кабинете тоже будет красиво. Мы уже с большой комнатой закончили. И теперь предстоит второй этап наших... Наших работ. Наших работ. Вот, 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 что значит, когда подруга твоя дизайнер, я буду говорить. Нам, наверное, сюда. Да, сюда. Заходим. Кажется, я уже даже, мне кажется, понимаю, о чем ты говорила. Добро пожаловать. Привет, welcome. Наши люди в Голливуде, сразу видно. Я хотела вас познакомить. Это Ольга. И это Ольга. И это Ольга. Очень рад. Мне тоже. Все остальное уже по процессу. Я уже сразу вижу свою цветовую гамму. Да. Значит, от фуксии все-таки мы немножко не ушли, но это пусть будет напоминание о ярком прошлом. Так, а что это, Оля? Что это? Как это? Я вообще не могу понять. Это кусок мрамора вырезанного? Что это такое? Слушай, ну, это на самом деле очень интересная техника. Вот. Это смола. Смола ювелирная. В общем, изделия из этого материала носят на теле иногда. Вот. И в нашей стране редко делают картины. А ты решила делать картины? Да. Эта техника, она очень распространена в Австралии, Канаде, США в основном. В Украине практически никто этим не занимает. Она где будет держать? Она будет центровым элементом. То есть она вот так вот будет? Нет, немножко пониже, пониже, пониже. Вот так, вот так. Вот так вот. Их снимаем, вы должны проверить. А это тоже, я смотрю, да? Отсюда же? Из этой же оперы? Сто процентов, да. То есть это сделано, можно делать всякие различные изделия. Да, смотри, столик, ресепшн. Да, и столик, точно. Круто. И вся эта штука выдерживает нагрузку. То есть, знаешь, можно там царапать, как-то ее бить, стучать, ничего с ней не случится. Круто. Это дешевле, чем если из мрамора, например, делать такое? Во-первых, дешевле, во-вторых, все-таки мрамор такая штука, когда рисунок уже задан, да, ты ничего не можешь с ним сделать. Здесь ты можешь использовать разные цвета, рисунок выстраивать, как хочется, ну, в общем, как удобно, как подходит император. А вы это уже применяете в дизайнах, кроме моего? Так, Оля, а сколько времени ты этим занимаешься? В практике у меня уже года 3-4, потому что это такая штука, которую не учат. А как ты к этому пришла? Я экспериментировала. Я, в общем, это была очень интересная история. Мне Лена сбросила там 4 года назад какую-то фотографию вот такого еще маленького формата, где-то на австралийских сайтах она нашла. И она мне сбросила со словами типа, Оля, что это? И я, значит, что это, что это? Потому что я понимаю, что это не масло, это не акрил. Короче, это никакие известные краски, которые я знаю. Я не очень понимаю эту технику. В общем, путем там каких-то поисков в интернете я выясняю, что это смола. И дальше я начинаю мониторить, ну, что у нас, какие есть предложения на рынке, вообще, ну, где ее можно достать, поэкспериментировать, попробовать. И я понимаю, что у нас вообще туго с этим. То есть у нас этой смолой, вернее, не этой, а, знаешь, такого ужасного качества, желтого цвета, ужасно вонючее, химическое, потому что это не токсично. Я нашла в результате. На СТО люди работают. Это было очень... Ну, они там смазывают ей всякие детали. Ну, не вот это, не ювелирная, а другая разновидность, которая там дешевле 155 раз. И люди это используют, да? Ну, они вот на СТО что-то делают. И это было очень ржачно, когда я звоню на какой-то СТО на Борщаговке, и там, и начинаю задавать какие-то вопросы. Знаешь, из жизни художников? А мне суровые мужики, типа, девушка, я говорю, да мне купить, да мне попробовать. А может быть, вы мне подскажете, как вот это... В общем, они меня понять не могли долго. Я потом, наконец, нашла то, что меня не рисовало. Ты это рисовала или нет вообще? Да, я до этого рисовала. Ты художник просто перешла в такие... Да, да, да. Я мастер-классы даю по этой теме, потому что сам процесс очень интересный. Это мастер-классы для художников или для людей вообще? Нет, нет, нет. Это как раз для людей, которые вообще никогда... То есть тебе могут обратиться и... Абсолютно не обращаются. Как это называется терапия? Арт-терапия, да? Арт-терапия, да. Там очень интересен сам процесс. Там, понимаешь, не столько нужны твои какие-то художественные умения. Там, ну, как бы чувство вкуса немножечко. Немножечко вот я подсказываю, как лучше расположить рисунок в пространстве, да, вот на этом кругу, например. То есть интересен сам процесс. То есть сам материал, взаимодействуя друг с другом, вот разные цвета смолы, они приобретают разные качества, разную плотность. И когда один цвет вступает в взаимодействие с другим, ну, это волшебство. То есть это сказка. Прикольно. То есть они могут прийти на мастер-класс, попробовать, и, в принципе, если у них получится, им понравится, они могут тоже делать из этого бизнес, продавать. Ну, по большому счету, да, если я работаю. Не, ну, почему, ну, вдруг, знаешь, вот им нравится, надо же зарабатывать на этом. То есть смотри, да, вот эти вот все штучки, да, они абсолютно такие вот, вот эти вот какие-то спецэффекты, они очень произвольные, их невозможно проконтролировать. Да, понимаю, сами понимаете. Да, их невозможно, в общем-то, вручную кисточкой нарисовать, да, если ты задашься целью, там, маслом и кривом, такого эффекта не получится. То есть каждая работа получается какая-то, ну, скопировать практически нельзя, да? Это да, это правда. Не то, что нельзя практически, а нельзя просто. Нельзя. Просто точка, да. Не получится. Не получится. То есть ты, если такое заказываешь, да, он у тебя будет один-единственный только для тебя, под твой интерьер, даже если его захотят повторить, это просто, ну, физически невозможно. А кто твои заказчики? Кому вот это в тему все? Слушай, ну, на самом деле, это штука не дешевая, я бы даже сказала, дорогая, потому что сам материал дорогой. А давай, дорогая, какие цены вообще на это? Ну, вот смотри, за тобой лежит такой эскиз маленький, овальный, видишь, это вот заказчица захотела овал сделать себе, вот. И я ей делаю просто эскиз, просто чтобы она посмотрела по цветам. Опять же, повтора такого четкого не будет, будет вот приблизительно, да, то же самое. И, ну, вот смолы на такой небольшой эскиз у меня ушло долларов на 80. Такой вот круг, я думаю, что он будет стоить, ну, я не думаю, я знаю, он будет стоить для заказчика, ну, где-то 400, 350, 400, 450 долларов. В зависимости от сложности, ну, самого рисунка. Бывают попроще работы, бывают такие многослойные, посложнее. Что-то мы делали, да, лен сложная, там было, ну, долларов 700, 800 даже. Ну, там двойная, она переходила, да, 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 диптик, да. То есть можно... Еще и по композиции правильно это уловить ее, потому что когда смола живая, она сама двигается. То есть тут нужно ее... Это правда. ...двинь-двинь-двинь, как... Уметь. ...как блинчики ты делаешь, чтобы они, как бы, в красивой форме было. То есть тебе, как дизайнеру, вот, насколько использовать это? В какие стили, Елена Батьковна, расскажите, куда это лучше использовать? Ну, понимаешь, самое интересное, это можно использовать в любой стиль. Везде можно вписать. То есть это такая уникальная, ну, как бы, фишка. То есть все зависит от цвета настроения. То есть если мы ее делаем так, в каких-то темных тонах, она вообще, ну, смотрится на стене очень оригинально. Яркие записываем, уже дает другое настроение. Ну, больше всего, конечно, это, там, минималистические современные интерьеры, когда все спокойно, а вот на стене у тебя есть взрыв какой-то энергии, силы и всего этого. Яркое такое бедуство красного. Я еще хотела, знаешь, что добавить? Я когда думала по поводу того, какую картину тебе предложить, ну, да, через Лену для сотрудничества, то ли акрил, то ли масло, то ли смола. Я посмотрела ролики на Ютьюбе, вот, и, ну, вот, мне кажется, что тебе она должна подойти, потому что, ну, такие картины, они несут, условно говоря, энергетику движения. Потому что сам материал в работе, в процессе, он подвижный, он непредсказуемый, он малоконтролируемый, знаешь, вот художнику очень сложно его вогнать в рамки, типа, вот здесь останься и вот здесь стой. Ну, как бы, если оно захочет, и это уже доказано на мастер-классах, оно может двигаться, и ты ничего не сделаешь. Ну, иногда, правда, когда смола двигается, знаешь, эти результаты превышают твои ожидания. Ты вроде не хотел, чтобы оно туда как-то пошло, а она пошла, и такой рисунок вышел, что вау, ну, я бы сама вот даже не смогла бы так сделать. И то же самое, когда уже, ну, картина висит в интерьере, если за ней понаблюдать, она будет меняться. То есть она меняется в зависимости от освещения, утреннее, электрическое, да, вот эти вот 3D-слои, они то выходят наружу, то и пропадают. Когда ходишь, там, сбоку смотришь, вот она такая очень подвижная. Как и я. Это прикольно, на самом деле, да, это очень интересная штука. Так, супер, ну, мне кажется, это то, что нам надо. Ребята, я обязательно оставлю на Олю ссылочку, вы можете узнать о ее картинах, можете прийти на мастер-класс, те, кто в Киеве, живет или в Украине, мне кажется, это вообще очень прикольная история. Вот у меня просто как-то совсем с художеством, с руками не сложилось. Вот, но если вы любите рисовать или хотите попробовать, мне кажется, очень классно. И, конечно, если кому-то хочется тоже себе такую красоту в интерьере. Елена может вам помочь подобрать, Оля может вам помочь изобразить. Короче, подруги талант, все. А мы забираем, уходим. Вы составили договор? Нет. Договор мы не составили. Начали составили. Ну, да, как бы, ну, может, я не знаю, в силу своего необразования в этих моментах каких-то, но это все равно надо обговаривать, я так думаю, с юристом, наверное, и составлять этот договор правильно, потому что, ну, очень много подводных камней, как бы, может... Ну, все-таки бизнес 50 на 50, это всегда рисковое дело, поэтому... Конечно, в любом случае, ну, начинайте все равно, любое соглашение, это прежде всего человеческое соглашение. Юрист тут ни при чем, это ваша договоренность. Вы должны просто очень четко прописать, кто, ну, вот все варианты, да, как распределяются доли, кто за что отвечает, кто за что не отвечает, что будет в случае, если вы примете решение расстаться, каким образом это будет делиться. То есть это так или иначе ваш разговор на берегу, абсолютно как бы трезвый, нормальный, где вы это все четко прописываете для того, чтобы не было, а я не так сказала, а я не так подумала. Юридически это все можно просто зафиксировать. Но сам юрист, он вам договор никакой не составит, потому что, ну, нету правильного юридического договора. Есть то, каким образом вы решаете между собой делить все ваши, там, обязанности, полномочия, расходы, прибыли и так далее. Он просто может вам задавать те же самые вопросы и туда их записывать, но он за вас не решит, кто как прибыль распределяется, за кем последнее слово. В том-то и дело, что мы сейчас вот, получается, такие вот няшечки с Людмилой Николаевной, а, ну, вот, когда касается вот этих вопросов уже серьезных, конкретных, мы начинаем их задавать друг другу, а ответов, по сути, найти не можем на эти свои вопросы. Нет опыта в этом партнерских отношениях. Мы начали... Включайте мужей, включайте в круг и стол. Мы встречались уже в первом же. Вот, это очень правильно. Кто что вкладывает вообще к отцу, как распределяется прибыль. Если у вас, смотрите, у вас, ну, важная такая штука, 50 на 50, за кем последнее слово? Ну, допустим, ты считаешь так, ты считаешь так, да? Я думаю, что вы должны распределить между собой зону ответственности, и вот в зоне ответственности твоей, например, за тобой последнее слово остается, да? Если ты занимаешься, там, клиентами, там, еще что-то. Если ты занимаешься производством, то, что касается производства, значит, последнее слово за тобой. Ну, вот мы вам, да, расскажем, вот, например, как у нас, да, происходит. Несмотря на то, что мы вроде не делим с Сергеем деньги, ну, я их просто все забираю. Вот. у нас есть момент того что мы два партнера да и мы много спорим ну реально много спорим каких-то вещах и в какой-то момент у нас были особенно в начале когда мы начинали работать у нас каждый раз были такие и говорил все я ухожу он не говорил я увольняюсь вот это ну как же было реально хочу куда-то заняться другим делом потому что я не могу там ну тут ему было дискомфортные были какие-то моменты потому что в любом случае как бы во главе корабля видим его стояла я и потом мы решили распределить где все-таки чьи полномочия кто за что отвечает и например мы распределили да том что я например отвечаю за сам продукт то есть я сама принимала неважно что такое было продукт у меня там свадьбы или это был момент тренинга то есть я отвечала за то мы могли посовещаться как ты думаешь как это лучше сделать да например там какие у нас будут стрижки прически там какие цены но например за цены к примеру да отвечает людмила вот у меня было что я говорила продукт будет таким вот мне неважно я принимала это решение сама вел сергей извини ты говоришь чушь но например в опросе маркетинга какого-то когда шел момент каким образом настраивать рекламу или еще что-то я ему говорила фигня это мне не нравится он говорил окей я тебя услышал но принимал решение он и мы но как бы были к этому абсолютно ну готовы то есть это был абсолютно такой момент где мы не спорили не дрались и сейчас у нас происходит то же самое то есть так или иначе то же самое касается сотрудников например да тут есть сотрудники которые подчиняются сергею есть сотрудники которые как бы я для них главный шеф вот и это очень важный момент поэтому вы должны разобраться у нас даже больше мы немножечко разобрались кто чем будет заниматься у нас немножко больше даже стоит вопрос в том финансовая сторона вот больше не забывает вот это мы не знаем как правильно сделать потому что по сути но у вас не было такой ситуации для ну ну и за было не было но у нас вот какая ситуация помещение недвижимость людмила николаевна я влаживать буду деньги в недвижимость людмила николаевна по сути да мы распределили так что ну грубо говоря да там по 2 тысячи долларов мы влаживаемся в ремонт и грубо говоря там по 500 долларов мы влаживаемся в косметику которому которую мы будем продавать людям если вдруг завтра послезавтра и людмила николаевна делают сногсшибательное предложение и ее помещение хотят купить что мне делать с моими двумя тысячами долларов здесь надо говорит ну вот тут естественно она теперь должна вернуть если если по ее инициативе идет восторжение какой какой период какой вот период обозначить что вот этот период если у нас что какие-то разлады вы должны осторожны все договориться все прописать там все в договоре как вы договорились между собой вы должны приблизительно все равно понимать ответа это же ваш запуск когда например что вы даете себе на запуск на то чтобы вы вышли в прибыль какой-то накидать себе плюс-минус бизнес-план тем более вы не новички опять-таки у вас уже есть какая-то клиентская база да то есть это не то что вы начали сидеть и вообще ничего не понимаете вы должны быть потихоньку понимать какой оборот у вас сначала будет какому вы хотите прийти обороту да ну хотя бы в плохих случаях и вариантов тогда вы будете понимать что например там условно в течение года мы однозначно все это отбиваем значит в течение года мы ничего не расторгаем а через год мы имеем право там уже дальше говорить при таких-то условиях это все проговаривается каждый случай абсолютно индивидуально никакой юрист это за вас не сделает просто просчитывайте продумывайте проговаривайте естественно что это нужно сделать сами дальше просто это зафиксировал вот вопрос тоже у нас стал я у меня милана николаевна попросила быть ответственная за парикмахерскую за подбор персонала то есть за за все виды парикмахерских услуг за обучение парикмахеров за то чтобы я повышалась как мастер да за все это вот видите я буду грубо говоря даже не только за мастеров парикмахеров маникюр грубо говоря ну все прошло туда контролировать я но также я еще буду как бы ведущим мастером я буду работать и как парикмахер и мои клиенты моя уже наработанная база все будут приходить понятное дело в наш салон вот я такой вопрос задавали 5 мы в ступор и стали я как парикмахер я жену должна все равно получать свою зарплату или разограничивать звонила с этим вопросом и спрашивала моего мнения уже на это на эту счет я сначала его сказал так что ты должна как парикмахер получать зарплату то я подумал и сказал нет так нельзя делать почему потому что но мое мнение потому что как только ты начнешь получать зарплату как парикмахер значит ты начнешь перетаскивать на себя клиентов ты начнешь себе забирать самых лучших клиентов ты начнешь забирать себе клиентов для того чтобы больше заработать другие мастера будут меньше зарабатывать твоя задача не самой больше работать а твоя задача загрузить твоих мастеров чтобы у тебя загруженность было а самой эксклюзивно то есть работать ну то есть не стричь твоя задача, а твоя задача организовать процесс этой стрижки. А если ты будешь получать деньги и процент с каждого клиента, которого ты стрижешь дополнительно, ты займешься тем, что ты будешь стричь все время. И тебе будет пофиг, что там другие стригут, они не стригут. Ты нормально себе настригла, получила денег и тебе хорошо. Ты не будешь работать тогда над общим бизнесом, ты будешь работать только на себя. Поэтому вы должны все деньги, то, что с косметики зарабатывается, с продажи косметики, то, что ты зарабатываешь, вы должны это в общий котел. Тогда вы будете на общий работать, на общий котел работать. А так каждый на свое будет работать. Она будет работать на продажу косметики, а ты будешь работать на то, чтобы побольше себе настричь, а что там происходит, вас не будет волновать. Учтите, что просто у меня сейчас какой-то эгоизм какой-то, но мне хочется работать. Я знаю, что лучше меня не может. Так работай, какие проблемы. Понимаете, мне хочется хороших клиентов, дорогих клиентов. Я хочу обслуживать сама, потому что я знаю, что я хорошо обслужу. Понимаете? Во-первых, никто не говорит, что нужно это полностью бросать. Это первый момент. А в любом случае должна быть градация мастеров в салоне, как это происходит в хороших, а это связано с ценой. То есть, когда Катя стоит в три раза дороже, например, вот если вы смотрели программу с Андреем Крупчинским, то вот у Андрея можно постричься за 500 гривен. Я стригусь у Андрея... Не у Андрея, а в его салоне. В его салоне, вернее. Можно постричься за 500 гривен. Есть мастер. Я стригусь у Андрея за 200 долларов. То есть, это почти 6 тысяч гривен на сегодняшний день. Чувствуете разницу, да? У нас в Мариуполе это, грубо говоря, мастер первой категории, второй и третьей. И в принципе, там стрижка 100, 150 и 200 гривен. Вот, у нас Катя будет стоить 800 тысячу. То есть, это должен быть такой момент, что если есть клиенты, которые и не надо бояться этого. Вот в этом же месте, я помню, как мы встречались с Юлей с детскими праздниками, которая повысила уже свой чек больше, чем в 10 раз и рассказывала нам, что никогда в жизни никто ничего не заплатит, ну и такого быть не может. Нужно понимать, что есть разные люди, ну абсолютно. Я не говорю там сразу поднять цену, да, там в 10 раз, но первый раз мы ее подняли в 2 раза, потом мы ее умножили в 3 раза. Таким образом, у нас будут какие-то клиенты, их будет немного, но это будет удовольствие, да, которое нравится, это нормально. Это будет цена, которая будет обоснована для хозяйки салона, потому что вы становитесь вдвоем хозяйками салона. Вот, и это обязательно должен быть статусный момент, обязательно. Но следующий момент, который главный, нужно понимать, что ресурс времени, он сильно ограничен. И в тот момент, когда я сама занимаюсь, неважно, стрижкой, копанием или еще чем-то, я не вижу ничего другого, я вижу одну голову. А наша задача все-таки строить бизнес, ставить себе цели и зарабатывать девочки и на квартиры, и на все остальное, понимаете, а не зарабатывать, косить по 100 рублей, которые просто смешно как бы выглядят и звучат. Вы должны перейти на другой уровень. Мы сейчас говорим о салоне другого уровня. Не виповского, с цифрами, о которыми я тут говорю, но вполне приличного, чтобы о вашем салоне люди хотели ехать к вам на район, еще куда-то, узнавали о вас, понимали, что это другая среда, это другие вещи, и приходили другие клиенты в том числе. Поэтому здесь нужно понимать, что я стригу, но у меня есть определенный прайс, и он должен расти. У всех салоней стабильно каждые полгода у вас должны подниматься цены хотя бы на 10%. Хотя бы. В хороших салонах всегда все привязано к доллару, вот, например, то есть никак по-другому. Вот, поэтому вы должны постоянно к этому стремиться. Но цель должна быть вырастить общий прибыль салона, уровень салона, обучение мастеров и так далее, и так далее, и так далее. Ничего страшного нету в том, когда мы говорим своему клиенту, Маш, смотри, у меня сейчас мы сделали новый салон, все классно, я теперь стою не 200, а 600. Вот, но у меня есть Катя, прекрасная девочка, которая сейчас стоит 250. Можно сейчас у Кати, я ее лично учу, смотрю, и ничего страшного, она говорит, нет, я хочу к тебе за 600. То же самое, когда была у нас программа с Ксушей Кузьменко, у нее точно такая же история. То есть Ксения Кузьменко, мастер, да, которая тоже свой салон зацепила, вот у нее сейчас есть мастер, у которого можно все время обслуживаться дешевле, она передала ей 70% своих клиентов, но есть 30%, которые готовы платить Ксюше там в полтора-два раза дороже, и они ждут ее, потому что она сейчас работает на две страны, в Турцию она ездит, да, и она приезжает сюда. То есть не думайте, что клиенты, как бы не решайте за клиентов, не думайте, что они с вами только потому, что их вот устраивает ваша цена. Ну нет, не надо этого бояться, вот вы и узнаете, как вы нужны своим клиентам, только за прайсом они к вам бегают или за чем-то еще. Вот нужно для себя всегда делать выбор, я или работник, или я владелец и строю бизнес. Выбор приходится делать. Когда я занималась свадьбами плотно, у меня было, мы стоили 10%, нам платили за организацию мероприятия. Позже я начала давать менеджеров, клиенты начали возмущаться, как там, вы везде на сайте, мы хотим к вам. Я говорю, не вопрос, 30% у меня стоит, хотите, 30% от бюджета. Все, они говорят, а ты следишь, а ты проверяешь. Конечно, ребят, я слежу, проверяю, я даже на вашей свадьбе обязательно буду, все замечательно. И все прекрасно, мои менеджеры стали нравиться, все хорошо. Поэтому абсолютно нормальный момент, просто нужно понимать, что когда я становлюсь владельцем, я ращу мастеров, взращиваю, и не стоит бояться, что они уйдут, они уйдут обязательно. Понимаете, можно еще такой вопрос. Владельцем я сам, ну, дай бог, чтобы у нас все было замечательно, я не хочу прогнозировать на что-то плохое, но в жизни всякое бывает, все варианты, как бы надо рассмотреть со всех сторон. Допустим, у нас будет с Людмилой Николаевной какой-то контракт, пускай это будет 5 лет, пускай это будет 10 лет. Через 5-10 лет вдруг что? Продается помещение, вообще закрывается салон, другой бизнес открывает Людмила Николаевна. На этот момент Катя уже будет знать, может быть, Катя раньше уйдет, через год придет и скажет, Людмила Николаевна, все классно, замечательно, раскрутила ваш салон, но вы знаете, я хочу уже сделать свое. Я заработала денег, и у меня человек, который является владельцем бизнеса, какое-то количество времени никогда не вернется к тому, чтобы стать наемным сотрудником, потому что меняется мозг, мышление, и работать руками самому уже ради денег не хочется, это я вам точно говорю, потому что это разные вещи. Поэтому страхи абсолютно оправданы, учитывая, что этого раньше не было. Но бояться этого не стоит, опять-таки, потому что вы сейчас приходите, ну, у вас не те вложения, да, то есть, вот Ксюха, например, она тогда взяла салон, вложила 20 тысяч долларов, да, не те вложения кредитных, да. Есть все равно отношения двух абсолютно адекватных, нормальных, ну, вы уже друг друга еще более знаете. Вы можете на все случаи жизни все предусмотреть, ну, это невозможно, надо это понимать просто, да, это ограничение. Поэтому вы должны предусмотреть самые какие-то очевидные вещи, и на случай непредусмотренных каких-то вещей у вас должна быть система, как вы об этом договариваетесь. Ну, возникла ситуация, которая вот не договорена об этом договоре, да, в таком случае как принимать решение, да, вы должны договориться, как вы будете принимать решение. На случай форс-мажора... На случай форс-мажора, как вы его принимаете? Он такой-то прописывается. И что происходит, если вы не договоритесь? То есть вы там расходитесь, там, еще что-то. Все, вот такие могут. Ну да, ну по сути, я просто сейчас задаю вопросы, что касается меня только, но и Людмила Николаевна они тоже могут возникнуть. То, что мы начали с того, что... Я не боюсь. Я не боюсь, просто понимаю. Что как-то рикмахер, когда ты скрыжешь, ты должна получать свою зарплату, да, ты ее получаешь, но ты половину отдаешь ее Людмиле. То есть ты кладешь ее в общий котел. Откуда вы ее делите между собой, вот так. Ну а твоя стоимость повышается, да, и за счет этого, в принципе, ты получаешься стрижки столько, что как бы и раньше. Потому что ты свою стоимость должна минимум в два раза поднять, как минимум. Друзья, пользуясь случаем, хочу вас всех поблагодарить за поздравление меня с моим же днем рождения. Было очень приятно получить от вас массу писем, сообщений у мессенджера, комментариев, подарков. Спасибо вам огромное. Многие спрашивали, почему не было большой грандиозной вечеринки. Знаете, наверное, когда твоя жизнь одна большая сплошная грандиозная вечеринка, иногда хочется разделить время самыми близкими и дорогими людьми. Я очень рада, что у меня таковы есть. Ну а, собственно, так, чтобы отпраздновать по-взрослому, это, вы знаете, 16 августа, не забывайте. Мы день рождения тоже отпразднуем, так что не забывайте подарки. Цветы можете не приносить, мне хватит. Так или иначе, вдвоем сейчас будет очень много работы по-разному, да, руками, ногами. Вполне возможно, что сейчас будут проблемы с мастерами, поэтому Кате придется больше самой работать. Взяли Машу, Маша не устроила, и Катя сама стропует и держит лицо и марку. На начальном этапе это однозначно будет, да. Вот, но когда есть мастер, это очень круто, потому что мы не боимся уволить Машу. Потому что мы знаем, что у нас Катя, да, все отработает, делает классно. То есть нормальный абсолютно момент. Но я могу сказать, что когда вы сильно боитесь, да, то есть выходить замуж, изначально готовясь к разводу, это все-таки несколько грустно. Да, что это происходит? Мы не боимся, что у нас последние полчаса начало работать. Абсолютно нормальные как бы вопросы, но вы должны понимать, что, да, риски есть, они всегда есть, безусловно. Но так или иначе... Кто не рискует, тот не печь, в общем-то. До этого я вообще с тобой не забыла. И наоборот Людмила Николаевна успокаивала, не очкуйте. Но все нормально. Это мы, значит, так действуем. Ваша задача все-таки этот договор составить? Да, мы уже начали, мы, Сережа, начали составлять. Мы уже практически там 70% прописали. Я уже прописывала, просто я его не достала. Мы там название уже там подготавливаем. Вот, у нас даже это прописано. Просто еще остальное... Название пришло в голову моему мужу, вообще нежданно-негаданно. И как-то вот мы, когда все вчетвером уже собрались, с мужем Людмилой Николаевной, с Сергеем, и оно так всем понравилось. Какое название? Название Монами. Это мой друг. Мой друг, моя подруга. Вот как раз вот та тема дружеской обстановки. Да, Монами. А, что вообще... Френдли. Вот, расскажите мне, какие у вас вообще идеи относительно вашего салона? Что вы себе представляете? Как это будет? Как для вас сейчас родился этот салон? Я когда пришла с этого уже домой, с работы, с офиса, у меня такое настроение было, ну, когда после собрания, как-то вообще на душе было очень тяжело и все. И вот как мне почему понравился, французский стиль и так далее. Включаю компьютер и открываю там салон и смотрю дизайны. То есть я пыталась успокоиться и начала смотреть дизайны. И почему-то начала, пришла мне музыка Шопена, включаю Шопена и вот эту музыку, под вальс слушаю, вот эти смотрю дизайны. И потом, когда Катя сказала Монами, и мне оно так тоже понравилось, ну, как бы смотрю. Короче говоря, как-то вот нам так башку обоим пришло. И даже вот цветовая тематика. Даже необыкак. Мы просто ехали в машине с работы, я подвозила Людмилу Николаевну домой, мы едем, она говорит, а какая вот цветовая гамма? Я говорю, ну, мне вот почему-то хочется вот пудровые, бежевые, вот какие-то такие спокойные. Такие уютные, она говорит, да, и мне так хочется. Ну, и все, ну, и все, классно. А, Людмила, как комментарии вы читали? Читала, конечно, я даже отвечала на комментарии. Я очень благодарна людям, которые написали комментарии, они очень помогали, очень многие искренние. Там Ксения Мицкевич написала очень большой комментарий, я даже записывала, ну, что нужно сделать. Конспектировала, да, потому что реально дельные советы были. Ну, и были, конечно, как там это, тетя из 90-х, это вообще тетенька из 90-х, ну, я так нормально, самокритично отношусь. Не надо относиться самокритично, каждый может сидеть, непонятно кто еще писать, это же... А над изменением собственного стиля думали? Я рассказала, что Крупчинскому позвонила. Мы же посмотрели, думаю, ну, меня сразу, думаю, сюда позвонить и записаться. Ну, тоже там получалось, очень внимательно выслушали, ответили, сказали, что это все возможно, возможно сделать. Ну, тоже у них запись предварительная, по времени я не успевала. И стрижка там, ой, покраска от 5 тысяч. Надо, знаете, куда записываться к Крупчинскому? Сдаю тему. Значит, у них есть Академия, и в Академии они набирают себе моделей. И этого не стоит бояться, потому что там стоят ведущие мастера, ведущие колористы, которые все это контролируют. Но там это стоит смешных денег, потому что им нужны просто люди, на которых они все делают. Поэтому я сдаю такую тему. У меня очень много подружек и стрижутся таким образом, и красятся. То есть, это хороший момент, а вам, как мастерам, еще хороший момент прийти посмотреть, да, например. Хотя я думаю, что Кате будет интересно вообще. Она уже хочет, я хотела уже посмотреть. Вот, да, то есть, это... Все, я делаю уже, надо. Это действительно будет для хорошего мастера, это полезно. Потому что, конечно, когда человек приходит сурой с мозгами, ну, не каждого мозги встанут, когда ты уже работаешь, это полезно. Поэтому попробуйте такой момент, это вот для себя просто позвонить в Академию и сказать, ребята, а как можно тоже записаться, посмотреть вот по колористике. И это вот всем ждала модель. Мы хотели. Я вообще после, я так вдохновилась после этой передачи, мне прям хотелось уже ехать в Сиев, краситься, ухручить. Андрюха не красит, Андрюша только стрижет, но у колориста. Он только наезд. Да, Танечка моя, да, она красит. Но дело в том, что я тоже, Людмила Николаевна, говорю, я не переживу, если ко мне придет человек, которого я нанимаю на работу, а он лучше меня будет в чем-то, мне надо быть лучше, я хочу ехать в Киев учиться. Я говорю, это своего рода тоже вложение, говорю, в наш бизнес. Это не своего рода вложение, это конкретное вложение. Мало того, я скажу вам больше, что вы обязательно должны учиться и обязательно должны обучать своих мастеров. Это будет очень хорошим стимулом для них держаться у вас. Для начала мы как бы определились с Милой Николаевной, что буду как бы ездить учиться я по таким вот серьезным дорогим заведениям. И буду передавать свои знания своей команде. Безусловно, конечно, пока команда не будет стоять на уровне, ну, что уже ты понимаешь, что они рядышком, можно в них влаживать. И вообще не бойтесь, вот не бойтесь никогда обучать свою команду самостоятельно, там, то есть не бойтесь, что они будут знать больше, что они будут лучше, никогда этого не бойтесь. Я всегда вообще начала побеждать и выигрывать в тот момент, когда начала выкладывать всю информацию людям, вот всю информацию, впитывают только самые талантливые. Так получается. Очень многим даже обидно, ты рассказываешь, что пытаешься сделать, но они не в состоянии, не могут почему-то этого сделать. Но талантливые, это даже кайф знать, что есть те, кого ты создал. Как звездочки. Да, это твои звездочки. Потому что чем талантливы твои ученики, тем круче ты. Если ты не в состоянии это передать, значит, ты не такой талантливый. Вот это вот, да. И, кстати, вот о том, что вкладываются деньги, например, в недвижимость Людмилы, но вы будете вкладывать общие деньги в себя, в твое обучение. Это будет общее. Развитие, конечно. И если вы разойдетесь, да, у нее останется ее недвижимость, у тебя останется то, что вы вместе заплатите за это обучение, то, что тоже у тебя не отнялись, то, что ты вынесешь с собой. Инвестируйте всегда в себя. Это капитальная такая же, как недвижимость, получается. Мало того, что это будет мастерство, так это еще будет и управленческое мастерство. Сейчас на вас будет очень много ответственности, но затем, когда у вас начнут доставаться деньги, вы уже будете видеть, вы должны обсуждать, что вы сможете перекладывать. Например, какая-то административная работа, которая съедает кучу вашего времени, но не приносит она денег, она просто куча всяких звонков, согласований, приемов, бумажек, еще чего-то. Значит, вы нанимаете Шурочку, которой вы выделяете какую-то зарплату и Шурочка этим занимается. То есть, ваша задача все время стоять над, все время иметь время посмотреть на свой бизнес и сказать, Люда, Катя, что я еще могу улучшить, что мы еще можем сделать, как мы еще можем быть лучше. И обязательно запланируйте себе постоянный рост не только своих услуг, да, что вы должны повышаться, но и стоимость, это должно отображаться. И в тот момент, когда мы начинаем обучаться, это я вам говорю по себе, когда мы начинаем вкладывать деньги, не тратить деньги на обучение, это очень неправильно, вкладывать, инвестировать деньги в обучение, в свой собственный рост, мы начинаем понимать, что наши услуги стоят дороже. Нам перестает быть сырно. И сама минута начинает подниматься. Конечно. Нам перестает быть сырно. Мы говорим, сколько, сколько, это не может столько стоить. Это не может столько стоить. Потому что, когда мы необоснованно просто сидим и говорим, давайте цену поднимем, да, и вы как бы некомфортно себя чувствуете, с чего ее поднять. И люди не понимают. Все должно быть обязательно обосновано. Но рост должен быть заложен в развитие вашей компании. Потому что, если вы 10 лет работаете на одних ценах и боитесь, единственное что, что если вы вдруг поднимете цену, от вас уйдет клиент, то это не компания, не бизнес. Вы всегда будете бедные мозгами и деньгами. Какой план у вас сейчас? Что вы для себя сейчас определили? Сейчас мы определились уже практически с названием, с философией салона. То есть это дружеская обстановка будет. Это, ну, вот как вы нам предложили, нам очень понравилось стиль-френдли. Вот. Потом мы пойдем напишем, допишем свой договор, который мы еще до конца не прописали. Вот. И уже непосредственно приступать будем к ремонту. Ну, у нас нет дизайна еще. У нас нет дизайна. И, в принципе, с моей стороны пока что квартира только выставлена на продажу. Ну, у нас зато есть время для того, чтобы в любом случае заняться дизайном, заняться концептом. Потому что ваша задача будет очень детально себе все прописать. И когда вы начнете работать над дизайном, нужно понимать будет, что у вас где будет, какие зонирования, что вы будете продавать, какие у вас будут услуги, сколько у вас будет мастеров и так далее, и так далее, и так далее. Мы прописали на листах. Уже есть. У вас это замечательно. Ну, то есть у вас уже, в принципе, вы готовы двигаться дальше. Да. Ну, тогда самое время заняться дизайном. Здравствуйте. Привет. Вас свежевшая, новая, красивая, молодая. Все, вот все, что вы писали, плохое. Теперь в тайне ничего этого нет. Ну, кстати, помолодела сильно. А что ж ты сделал? Бону помыла. То есть в третий раз и не мыла. Ну, тогда уже написали. Так, Таня, ну, мы сегодня тебя пригласили не просто так. Ты смотрела выпуск с Людмилой? Да. Вот. А вы смотрели выпуск с Татьяной? Конечно. Хорошо. Смотрите, как сказали, конечно. Нам, Таня, понадобилась твоя профессиональная помощь. Самое, что ни на есть, мы решили, что это очень классная идея на самом деле. Потому что Люда начинает новую жизнь в своем бизнесе, со своим салоном. И мы подумали о том, что было бы очень круто, если бы вы скооперировались. Ты помогла и, в общем-то, показала всем, что ты офигенный, классный дизайнер, который может прочувствовать и помочь создать такую концепцию, такой стиль, такой дизайнер, что дизайнер – это не человек, который расставляет мебель и подбирает обои. А помочь Людмиле сделать такое новое детище, которое бы привлекало больше клиентов. Это, кстати, не только Людмиле. Потому что у нас Катя, новая участница. Это партнер Людмила. Она его быстренько нашла. Как быстро. И девочки сейчас вместе хотят создать свой салон, в котором люди будут хорошо, в котором они будут себя чувствовать как дома, который будет очень френдли, очень гостеприимный. И я, конечно, задаю тебе этот наглый вопрос. Готова ли ты поработать с Людмилой, с Катей и сделать им этот проект? О боже, нет. Да, конечно, это интересно. На первой встрече, я помню, как ты мне сказала, я хочу, чтобы приходили именно на меня, на Татьяну Зайцеву. Вот в процессе, как ты будешь делать этот проект, мы должны почувствовать, почему мы должны приходить именно на Татьяну Зайцеву. Почему это классно прийти к Татьяне. И мало того, я бы хотела, вот у меня все рождается по ходу никакого сценария, я бы хотела, чтобы мы не просто узнали, что вы работаете, а чтобы мы видели, как вы работаете. Я хотела бы, чтобы люди видели, какие вопросы задает дизайнер, как он готовится, как он это презентует. Потому что это такой, ну, важный момент, и многие писали, Татьяна не очень приятная там, да, очень классно сидеть там, увидеть Татьяну 7 минут в кадре и дать ей оценку, что она неприятная, что она как-то не так говорит, особенно, когда Таню там штурмует, да, там, ты все не то делаешь и не так. Вот, я хочу, чтобы мы смогли раскрыть и показать тебя совершенно в другом углу, потому что по мне это очень приятный человек, открытый, вот, и просто у нас не было возможности это проявить. Вы увидите, что нельзя судить по людям, просто увидев их где-то и дам вам оценку, как мы это очень часто делаем. А, хермилова сучка, кто там следующий? Это страшная, это старая, это молодая, это кривая, это бесталантливая, да. Вот, вот этот момент мы не можем сделать. Мне очень нравится фраза, ты говоришь, чтобы я мог тебя увидеть, и мне кажется, в проявлении своей работы мы можем раскрыть человека как можно лучше. Поэтому мне бы хотелось, чтобы этот союз у вас сложился. Мы готовы? Мы тоже этого хотим, да. Это хорошо. Мне прям захотелось сказать горько. Да! Вот, я тогда предлагаю вам, в принципе, приступить к этому прямо сейчас и поговорить, наверное, прежде всего, на тему того, что это будет, как вы это видите. Я даже вам не буду мешать, я даже буду молчать. Да. Мы хотим назвать ее Монами. На каком языке? На французском. Французском. То есть, это не должна быть полностью Франция. Какие-то, наверное, детали все-таки в Франции должны присутствовать. В переводе Монами «Мой друг» она должна быть такая вот дружеская, теплая парикмахерская. И, как бы, мы пока остановились на таких вот коричнево-бежевых тонах. Гаммы должны быть получиться теплой, нейтральной, очень вкусной. Да, теплая, да. И светлая. Есть большая стена, чтобы можно было сделать какой-то красивый художественный, может быть, рисунок или что-то, вот какой-то стиль показать. Какой у вас бюджет? На что вы рассчитаны? Небольшой. На данный момент 4 тысячи долларов. Что в эту сумму должно входить? Что у вас есть уже? Ничего нет. Очень важно освещение. Там, где мастер непосредственно слежет, там должен быть теплый с холодным обязательно освещение. Ну, то есть естественное освещение, правильно? Да, 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 естественное. Ребята, я сразу хочу обратиться. Я понятия не имею, откуда нас смотрит, но знаю, что география большая. Но если вы вдруг находитесь в Мариуполе или находитесь рядом с Мариуполем, предоставляете какие-то услуги, которые вы понимаете, что могут быть интересны, пишите нам, пожалуйста, обязательно. В комментариях. В комментариях обязательно, чтобы если что мы, по крайней мере, обращались к своим, могли с вами общаться, договариваться и так далее, и так далее. Потому что много понадобится всего. И естественно, что мы столкнемся, девочки прежде всего столкнутся с проблемой того, что, как обычно, ничего нельзя купить, ничего нельзя заказать, все везде сложно. Поэтому, если вы что-то делаете, вы мастера, обязательно пишите, для того, чтобы у нас уже были свои руки, какие-то свои услуги, чтобы Таня могла уже смотреть, например, понадобится это или не понадобится в работе. Таня, я думаю, что там нужно поменять абсолютно все. Я думаю, что там нужно менять все глобально, но нужно понимать, помещаемся ли мы в этот бюджет. То есть, мы прорисуем максимально все так, как мы бы хотели, тогда мы уже будем просчитывать и понимать потом, какие позиции нам не случат. Я думаю, что ремонт это такая вещь, которая всегда будет стоить дороже, чем мы себе изначально рассчитываем. В любом случае, вы должны быть к этому готовы, понимать это. Но, даже когда мы пытаемся въехать в какие-то вещи, но, так или иначе, ремонт это какое-то время, и я знаю по себе, что когда мы видим, как это будет и понимаем, что нам еще для этого необходимо, мы находим возможности и способы сделать так, чтобы у нас это было. Поэтому, так или иначе, готовьтесь, ищите, потому что никакой ремонт никогда в жизни, никто не даст мне соврать, не въезжал в ту сумму, в которую мы планируем и рассчитывали. Я думаю, что пытаться что-то сохранить из того, что есть это тупиковое направление, нужно выбросить вот эту мысль даже с головы, что что-то сохранить. У вас 6 будет посадочных мест, да? 4 парикмахерских и 2 маникюрских и 2 маникюрских. У нас есть администратор, у нас 3 рабочих зоны парикмахера, отдельный кабинет у маникюрщицы, отдельный массаж и отдельный косметолог сейчас есть кабинет. Депиляция. Ну, депиляция. Кабинет массажиста и депиляция косметолога. Может их освободить? Можно ли это? Да, их можно. Кушетку и наращивание ресниц. А так, детская зона. Чисто символическая, не обязательно там делать целую парку. Детская зона, мы хотели бы какой-то столик детский, там раскрасочки, какие-то карандашики, сундучок с игрушками. Чтобы сделать красивую фотографию девочки, это круг световой, где фотографируется, то есть он все время стоит и позволяет вам сделать девочке фотографию в полном прикиде. Второй момент – это зеркало с подсветкой, брендированное, в котором она фотографирует тебя, там красивый цвет прямо на нее идет. И внизу написан ваш салон, ну прямо на зеркале, да? Да-да. То есть два варианта, но она вам предложит, посмотрит тоже в зависимости от. Кофе машины мини-бар должно быть у девочки, которая – Разместра. – Скорее всего там разместить. – Какие сроки у вас? – Максимум два месяца. – На все с ремонтом, все-все-все, комплектация. Хорошо. – Смотрите, у нас есть еще один открытый важный вопрос, это новый стиль, создание самого логотипа, любимое, все любимое, название, то есть какие-то будут моменты, какие-то будут рекламные вещи. И опять-таки обращусь к вам, я знаю, что очень много людей, которые занимаются у нас дизайном, которые начинают или которые ищут себя клиентов. Ребята, давайте поработаем, давайте вы напишите опять-таки, кто готов в этот проект войти и показать, собственно, свое мастерство. Я с удовольствием, если вы сделаете, готовы сделать эту работу, с удовольствием вас отблагодарим, покажем о вас, расскажем. Давайте поможем тоже таким образом Тане. У нас есть название, которое… Ой, Таня, господи, Людмиле… Таня и Таню поможем тоже. Да, у нас есть название Monomi на французском языке, то есть уже есть с чем работать. Вы можете написать просто в комментариях или можете отправить уже на e-mail нам, что да, хотим поработать, готовы для того, чтобы вы могли уже войти в контакт с Людмилой и, собственно, сделать нечто достойное. Прежде всего нам сейчас нужен логотип, потому что нам нужно будет сделать вывеску, нам нужно будет его использовать в дизайне нашего салона. Вот, если ваша фантазия работает, вы готовы, мы будем только за, правда? Угу. Так, тогда мы, собственно, приступаем. Таня, сколько времени тебе понадобится на то, чтобы дать какой-то первый уже момент, результат? Мне буквально несколько дней на то, чтобы покрутить все расстановки. Ну, будет зависеть от того, как вы будете друг с другом коммуницировать, да, как вы сможете… Нормально. 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 Особенно муж с женой. Я показала на них. Тогда приступаем к самому интересному. Я вам, кстати, тоже сейчас советую, когда вы приедете, может быть, Таня будет тоже это помогать, если вы посмотрите, найдете сайты, магазины, где можно посмотреть оборудование, да, кресла, ваши там, все, что вам необходимо будет использовать, чтобы Таня тоже могла это видеть. Потому что по стоимости оборудования, да, тут я не подскажу. Людмила, мне нужна тогда, когда у нас есть полностью дизайн, когда вы уже понимаете, что покупаете, сколько это стоит, как, вы готовы, в общем-то, к работе. То есть уже следующий активный этап. И мы, в общем-то, можем приступать к части демонтажа и запуска ремонтных работ. Вы пока все продолжаете себе прописывать, продумывать, уже смотреть мастеров, уже делать себе план работы, который у вас будет уже составлять свои будущие услуги, сметы, улучшения и так далее. Потому что эта работа, она очень важная. То есть вы, по сути, сейчас запускаете новый бизнес? По сути, да. По сути, да. Вот, Таня делает свой огромный пласт работы. И я думаю, что в следующий раз мы уже увидим, каким будет этот салон. Мне уже прям так нравится. Это предвкушение. Так что, есть вопросы? Есть вопросы, только не к Татьяне. Можно к Сереже вопрос? Сережа, хотела у вас спросить. У нас еще поступало предложение. Это вложение инвестиций в размере 7 тысяч долларов. Вот. Я, как бы, всегда работала на свои деньги. И никогда не работала с чужими деньгами. Вот. Как, с этой стороны, как вы посмотрите на это? Ну, вопрос в том, человек вам предлагает на каких условиях что это значит вложить? Ну, ну, на будущее. То есть, сейчас деньги не нужны. То есть, стать еще одним партнером вам? Ну, решайте, вам решать. Что я могу вам сказать? Это ваши решения? Условий никаких нет. Просто человек предлагает дать деньги на будущее. Ну, вы подумайте, на каких условиях вам было бы их выгодно взять? То есть, человек просто готов дать, но условий нет. Да? Он говорит, предложите мне что-то. Да, чтобы мы дали. Не знаю, предложите. И стоит ли вам их брать? Не стоит. Может быть, вам ставите это как резерв, если вдруг вам не будет хватать. И просто взять их в долг на каких-то условиях, что потом и вернете, когда запуститесь. Теоретически. Вам же нужны будут резервы. Ну, вот вы, например, сделали, да, там, ну, вам 4 тысячи не хватило, вам надо там 8 будет, да. Значит, вы 4 тысячи заняли еще у человека с учетом того, что вы ему отдадите. Ну, это хорошо иметь всегда резервы. Просто если это, я так понимаю, тот человек, который в Польше живет? Совершенно верно. Это не ясно? Нет. Просто Свет. Он хочет, да, участвовать в нашем бизнесе. Да, молодец просто. Ну, если, просто человек, если он не участвует в самом бизнесе, а, я так понимаю, он участвовать не сможет в том, что живет в другой стране. Ну, он сказал, да, может быть, через несколько лет. То это не очень хороший партнер для вас просто будет. Это будет партнер, который будет вам просто мешать, тормозить. Ну, партнерство здесь не очень хорошее. Да, партнер все-таки должен участвовать. Мы ему и сказали, приезжай к нам в команду. Сережа, приезжай к нам в команду. Вы просто, в общем, если он хорошо вас знает и доверяет, вы говорите, Сереж, деньги давай там разберемся. Деньги, когда предлагают, надо брать. А там разберемся. Он же знает, что вы все равно вернете. Вот. Поэтому спокойно дает. Ответственность, да, с деньгами идет. Берите. Лучше брать и сын. Боже упаси, дядю, маме всегда. На процент поставь. Ну, тут да. Тут смотря какие сыновья. Девочки, вы должны думать. Я добрый сын. В любом случае должны понимать, что это ваш бизнес, ваша ответственность. Так или иначе. По-другому все равно быть не может. Что бы мы не наговорили, что бы кто-то не наговорил. Это знаете, как ребенка. Все равно ты его рожаешь, а он твой. Вот и все. Отвечать вам. Да. Не врачи, не папа, не бабушка. Все, кто давали советы, как бы они все умывают руки. И в результате это твой ребенок. То же самое происходит сейчас. Поэтому наша задача, где мы можем дать вам рекомендации, подтолкнуть вас, мы это делаем. Где вам нужно думать самостоятельно. Мы вам говорим, думайте самостоятельно. Это ваша ответственность. Поэтому. Я поняла. Вот. Сами посмотрите. Вполне возможно, что будет такая ситуация, что вам действительно нужно будет в долг. Вот вы можете сказать, нам нужно в долг, на каких условиях ты нам можешь дать. Например. Вам это подходит или не подходит? Да. И все. То есть старайтесь все упрощать. Там, где все недоговоренности, где не да, вот не да, все надо убирать. Всегда должно быть все очень четко и прозаично и понятно. Кто что кому дает, на каких мы условиях, подходит не подходит. Все проговаривайте вслух. Все, что вслух не проговорили, потом превращается… Лучше не вслух. Лучше письменно. Вот. Ну, письменно обязательно. Письменно это закрепляем, а так проговариваем. Все. Мы много наболтали. Давайте вперед. Вам есть чем заниматься. Спасибо. Ну что, друзья, уже совсем скоро мы узнаем, насколько все-таки удачным будет дуэт нашей Тани, Людмилы, Кати. Мне хочется верить, что все-таки девочки поймут, какая классная возможность предоставилась, в общем-то, двум сторонам и сумеют найти такой некий консенсус. Вообще, могу вам сказать, что очень круто, когда нам повезло найти своих мастеров, своих вот тех самых людей, которым мы доверяем. К примеру, в ремонт я практически… в дизайн ремонта я практически не вмешиваюсь, потому что считаю, что, знаете, когда есть классный мастер, то его задача, в общем-то, сделать… не помешать ему. Вот так. Его задача сделать, а моя задача ему не помешает. К сожалению, в моменте ремонта не всегда все складывается хорошо. И, к примеру, сейчас у меня проблема с командой, которая делала нам ремонт, поскольку, ну, вы знаете, вот рано людям работать с таким клиентом, как мы, очень много недоработок. И вообще, мне кажется, столько всего произошло, что можно бы сделать такой неплохой анализ по теме того, как не надо работать с клиентом и почему у вас не получится работать с требовательным клиентом. Кстати, если вам это интересно, напишите в комментариях. Возможно, я запишу об этом видео и вставлю это во влог. Возможно, напишу статью, но если это не интересно, давайте это оставим. Мы, собственно, продолжаем. И я все-таки надеюсь, что в ближайшее время все будет завершено. Сейчас мы вводим сюда новую команду. Ребята, которые готовят нам все, в общем-то, нашу мебель и элементы декора уже практически все у нас будет подъезжать. Слава Богу, никто не сорвался за что. Опять-таки я радуюсь. Вот поэтому в скором времени здесь будет происходить нечто невообразимое, потому что мы уже очень хорошо знаем, каким образом будет работать эта наша комната и как многие из вас смогут здесь побывать. Но об этом я расскажу позже. Ну а сейчас я хочу поделиться, во-первых, замечательной радостью. Это то, что мы стартовали с продажами моей книги, которая называется «Зажигалка». Мы отдали ее в печать и уже 16 августа на «Зажигалка-пати», где, я надеюсь, вы будете, эту книгу можно будет забрать тем людям, которые ее успеют оплатить. Не знаю, останутся ли еще книги, чтобы купить ее там, но стоимость будет повышаться, поэтому внизу есть ссылочка и вы сможете ее заказать сейчас и получить потом. Онлайн-версия, вернее версия, которая в электронном варианте книги появится, она появится через несколько месяцев и будет доступна для всех тех, кто купит печатный вариант. Сейчас заведомо я специально не хочу ее выпускать, чтобы ваш первый роман с моей книгой был такой, и вы прям зацеловались, зацеловались. Так что переходите по ссылочке и внизу все узнавайте. Не забывайте о том, что у нас есть офигенная рассылка для предпринимателей, вы можете на нее подписаться и получать от нас с Сергеем полезные рекомендации. Ну и самое главное, подписывайтесь, друзья, на наш канал и не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Во-первых, потому что это очень важно, вот знаете, когда вы что-то делаете, вы видите, что это нужно, что это ценят, что это смотрят для того, чтобы у нас было еще больше мотивации и вдохновения. Ну а во-вторых, естественно, конечно же, нам это страшно-страшно приятно, и вы можете выиграть билетик на зажигалка пати. Кстати, потому что каждый выпуск мы обязательно отсматриваем все комментарии, и за самые классные и полезные мы дарим билет на зажигалка пати. Все результаты вы можете находить у нас на ютубе в разделе сообщества, я там вывешиваю те имена тех людей, те комментарии, которые понравились мне больше всего. Ну все, я все наговорила, мы пошли готовить следующий выпуск, и желаем вам замечательного дня, и не забывайте, 16 августа я жду каждого из вас для того, чтобы зажечь по-настоящему. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok